На улице Ильича развернуты ярко-красные палатки. Международный фестиваль ремесел «Арт-осень» вновь проходит на территории Советского района. Что ждет новосибирцев на ярмарке фестивалей, смотрите в нашем следующем сюжете. В этом году фестиваль «Найармарка» приобретает настоящий сибирский колорит. Валенки ручной работы и унты из камуса оленя, шестяные варежки и платки из монгольского войлока. Все то, что может согреть любого холодной сибирской зимой. Уже не первый год фестиваль «Арт-осень» приезжает в Советский район. Самые любимые палатки у нас – это палатки с валенками. У нас производители приехали, Иван Лапин с валенками. Он у нас вообще любимый, бабушки все к нему тут ходят. Он на заказ делает. То есть это вот такие экспоненты, которые из года в год работают. Вот шатер у нас деревянная игрушка с русской. Здесь ребятишки постоянно стоят, потому что это не пластик китайский, а настоящая народная игрушка. Ну нужно все-таки детям с молоду прививать такое. Всего на «Арт-осень» представлено 80 палаток с самыми разнообразными товарами. 10 из них отданы мастерам из Академгородка. Елена Савченко из Липецка уже не первый раз участвует в фестивале. Ее товар – валенки из овечьей шерсти. Они не только красиво выглядят, но и подойдут любой моднице. И, конечно же, согреют даже в минус 30. У нас валенки и самокатки, которые сделаются вручную. Артилья работает до послевоенных лет. Технология вся соблюдается так, как делали все раньше. То есть выкладывается двойная подошва, идет на валенки. Внутри выкладывается под супинатор. То есть у человека никогда не будет рисоваться ни плоскостопие, ничего. Делается все вручную. Сами рисунки точно так же художники накладывают уже, когда еще в сыром стоянии, выкатывают все ровненько, чтобы они не выскакивали, ничего не делали с ними. То есть человек, купивший эти валенки, будет ходить очень долго, очень тепло. А вот жители Красноярска привезли на фестиваль «Унтэйскамус оленя». И вновь только ручная работа. «Унтэйскамус мы возим с сывинки. У нас своя выделка, все свое. Сами шьем, сами выделываем. Унтэй очень теплые, очень прочные. Внутри овчинка везде стоит. Это все полностью ручная работа. Это каждый шовчик, это ручная работа». Кроме того, здесь можно найти детские игрушки из дерева и ткани, одежду из верблюжьей шерсти, изделия из меха, авторские головные уборы. Всего на Ордосень съезжаются участники из 18 регионов России и 10 зарубежных стран. Ежедневно с часу дня и до 7 часов вечера на Ордосне работает шатер мастер-классов, где дети и взрослые смогут смастерить обереговую куклу, попробовать свои силы в ювелирном деле, освоить искусство батики, лепку из глины, декупаж, роспись по дереву и другие техники. И, конечно же, на ярмарке можно попробовать алтайский мед и варенье.